Здравствуйте, в студии Артём Тарасов. Состояние областных дорог оценят с помощью цифровых технологий. Всё это часть национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Гость программы, министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть в нашей студии. Ну и в начале о цифровых технологиях, которые должны оценить качество дорожного покрытия в Ростовской области. Сейчас, я как понимаю, используется обычная визуальная оценка. Расскажите о том, как это будет всё осуществляться и когда, собственно, эти технологии, возможно, уже будут применять в Ростовской области. Ну, в данном случае речь, конечно, следует вести прежде всего о научно-исследовательских разработках, которые мы планируем применять при определении параметров состояния нашей дорожной сети. Прежде всего, это касается опорной сети дорог. Понятно, что эта процедура достаточно дорогая, но вместе с тем, использование новейших технологий, которые на сегодняшний день уже себя достаточно хорошо зарекомендовали, в частности, такая система применяется на дорогах, которые находятся под управлением госкомпании «Автодор». Это, прежде всего, наша федеральная трасса М4Дон, это ряд других федеральных дорог. И это подразумевает применение так называемого динамического мониторинга. Потому что то, что мы с вами, как обыватели, зачастую видим в качестве дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям, это проблемы не только самого дорожного покрытия, это проблемы, которые лежат, как правило, в глубине конструкции дорожной одежды. То есть такая система динамического мониторинга, она дает возможность именно оценить характер этих глубинных проблем, определить, на каких дорогах мы, в первую очередь, должны проводить капитальный ремонт, либо можем ограничиться просто ремонтом, либо в рамках содержания провести какой-то комплекс работ. И, в свою очередь, если мы проводим эти работы в качестве ремонта или содержания, достаточно ли этих мероприятий. То есть, таким образом, эта система динамического мониторинга даст нам возможность более рачительно, если хотите сказать, более целесообразно использовать те финансовые средства, которые у нас сегодня есть в рамках дорожного фонда. Ну, как вы сказали, речь пока идет только о научно-исследовательских, как я понимаю, опытно-конструкторских работах. Ну, а в полной мере приблизительно сейчас можно говорить о сроках, о планах, когда мы сможем использовать именно эту систему? Я думаю, что в 2019 году мы такой опыт должны начать использовать. Это в первую очередь, как я уже сказал, на нашей опорной сети региональных дорог. Это именно имеется в виду опорный каркас на нашей дорожной сети. То есть, у нас всего 7,5 тысяч километров региональных дорог. Я думаю, что как раз именно главные региональные магистрали мы подвергнем этой процедуре. Сейчас, для понимания телезрителей, расскажите, все это в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» или это будет отдельно осуществляться? Пока это будет осуществляться отдельно. В том случае, если этот опыт, первый опыт реализации подобной системы динамического мониторинга покажет хорошие результаты, мы, конечно же, его положим в основу при выборе тех работ, которые мы будем проводить в рамках проекта БКД. И в том числе, я думаю, мы сможем эту же систему динамического мониторинга использовать при контроле качества работ, которые проводятся в рамках теперь уже национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». К нему он реализовывается уже несколько лет, он был приоритетным. Расскажите именно о работах этого года, то есть, что здесь можно выделить, какие дороги были отремонтированы и реконструированы соответственно? В рамках приоритетного проекта, о котором вы сказали, Ростовская область участвует в этом проекте уже два года, то есть, в 2017-2018 году, наряду еще с 36 субъектами Российской Федерации, Ростовская область приняла участие в этом приоритетном проекте. Всего в нем участвовало 38 городских агломераций с населением центра этой агломерации, более 500 тысяч человек. Естественно, у нас вошла ростовская агломерация с городом Ростова-на-Дону в центре и еще 17 муниципальными образованиями. В 2017 году на реализацию этого приоритетного проекта в области было направлено 2,4 миллиарда рублей, из них 1,2 миллиарда рублей это средства федерального бюджета, но, естественно, работы, конечно, проводились больше по территории города Ростова-на-Дону и региональным дорогам Ростовской агломерации ввиду подготовки к достаточно серьезному событию, о котором мы все говорили весь этот год, чемпионат мира по футболу. В 2018 году мы уже включили в реализацию этого проекта еще 10 муниципалитетов, и поэтому практически половина работ была проведена на муниципальных дорогах, которые входили в ростовскую агломерацию. В рамках этой работы нам, с учетом в том числе 10 объектов, которые были реализованы на федеральных дорогах, удалось привести в нормативное состояние и отремонтировать более 200 километров дорожного покрытия. В общей сложности на региональных и муниципальных дорогах это 66 объектов. То есть, ну, нам кажется, что это действительно такая серьезная работа, которая была замечена уже в этом году не только жителями города Ростова-на-Дону, а, безусловно, теми муниципальными образованиями, которые входят в ростовскую агломерацию. Вот такой нюанс. Эти два года проект назывался приоритетным, сейчас он станет называться национальный. Здесь какая разница? Вот стоит этому придавать значение вот то, что переименовывается. Это что-то в плане технических работ имеет значение? Безусловно, стоит по одной простой причине. Во-первых, как приоритетный проект, и я об этом сказал уже, в нем участвовало только 36 субъектов Российской Федерации. То есть, естественно, он не охватил всю нашу страну. И с учетом тех наработок, которые получили эти субъекты, участники проекта, с учетом, в том числе, может быть, и работы над ошибками, можно так сказать. Этот проект на сегодняшний день получил действительно свое дальнейшее развитие. Он востребован жителями нашей страны, потому что эта шутка про беды, которые нас постоянно преследствуют, она в том числе говорит и о том, что проблема дорог, она в России существует, наверное, испокон веков это связано, в том числе и с большой протяженностью нашей страны, и с тем, что как раз вот средства в инфраструктуру требуются вкладывать достаточно серьезные. Поэтому этот проект на сегодняшний день расширен в части тех территорий, которые он охватит. Практически все субъекты Российской Федерации примут участие в этом проекте, примут участие городские агломерации с центрами более 200 тысяч человек. Но вот в частности для Ростовской области что изменится? У нас добавятся еще две агломерации. У нас добавляется на этой карте, кроме ростовской агломерации, добавляется агломерация Таганрогская и Шахтинская. Добавляется еще три муниципальных образования. Так как Таганрог и Шахты входили до этого в Ростовскую агломерацию, добавляются еще три муниципалитета. Это прежде всего шахтерские территории, которые также составят у нас пул участников этого проекта. Безопасные и качественные автомобильные дороги 20, одно муниципальное образование будет участвовать теперь в этом проекте. Но в целом участвует и вся область. А до этого они, получается, не участвовали в этом проекте? До этого они не были участниками этого проекта, они не входили в карту реализации этого проекта. Это возможность привлечь более серьезные финансовые средства федерального бюджета. В целом на национальный проект в этом году будет направлено 3,3 миллиарда рублей. То есть это средства и регионального, и федерального бюджета. Стоят очень понятные, четкие показатели по приведению дорог в нормативное состояние. Это касается прежде всего дорог дорог городских агломераций. Это касается региональных дорог в целом по Ростовской области. В данном случае надо говорить о том, что Ростовская область в целом участвует в этом проекте. И, кроме того, придается очень серьезное внимание как раз тому, что является составной частью этого проекта, именно название этого проекта – это безопасность. В данном случае национальный проект на федеральном уровне будет состоять из четырех федеральных проектов, один из которых – это безопасность дорожного движения. И перед нами, как перед субъектом федерации, и перед нашими коллегами точно так же стоит задача снижения так называемого фактора социального риска. То есть до 2024 года мы этот фактор должны снизить вдвое. Это количество пострадавших, погибших на 100 тысяч человек. Но это не значит, что мы стремимся к какой-то конкретной цифре. То есть это было бы, наверное, неправильно говорить, что для нас допустимо какое-то количество погибших на наших дорогах. Конечно, недопустимо. И поэтому задача перспективная, которая должна быть решена до 2030 года, это снижение этой цифры, количество погибших на 100 тысяч человек на наших дорогах, стремление к нулю, к 2030 году. Задача архи сложная, но вместе с тем и, безусловно, архи важная. Мы с вами свидетелями являемся каждый день, въезжая с утра в город Ростов-на-Дону или выезжая с города Ростова-на-Дону. То есть вот эта пресловутая маятниковая миграция, она каждый день присутствует. То есть жители Оксайского района, Мясниковского района, жители Батайска едут на работу в город Ростов-на-Дону и вечером возвращаются. Поэтому задачу нельзя на сегодняшний день решать, оторванно от взаимосвязи этих территорий. Ну вот если в Таганроге раньше реализовывалось, эта программа сейчас становится центром агломерации. То есть сейчас как она там будет реализовываться, что для него изменится? Для Таганрога меняется то, что на сегодняшний день на Таганрогскую агломерацию отдельно выделяются средства федерального и регионального бюджета. То есть это около миллиарда рублей, 510 миллионов выделяется из федерального бюджета и почти такая же сумма, чуть меньше, из регионального бюджета. То есть таким образом мы получаем возможность развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Ну это же речь только о ремонте. Эта же программа не предусматривает строительство новых каких-то развязок, дорог, как я понимаю? Нет, почему? Как раз эта программа и говорит о том, что, конечно, на первых порах мы должны за счет ремонтных мероприятий добиться максимального эффекта, но в дальнейшем она предусматривает, поскольку эта программа рассчитана до 2024 года, предусматривает в том числе вложение капитального характера. В данном случае как раз эта программа предусматривает комплексный подход развития инженерно-транспортной инфраструктуры, то есть подразумевая то, что мы будем, безусловно, вкладываться именно в те вопросы, которые помогут нам добиться максимального эффекта и позволят нам наиболее эффективно распорядиться бюджетными средствами, этому способствуют, в том числе и целевые показатели, которые перед нами, как перед субъектом федерации поставлены. Ну и, наверное, приоритет, прежде всего, должен отдаваться тем улицам, маршрутам, по которым следуют, опять же, маршруты общественного транспорта, для того, чтобы облегчить транспортную ситуацию в центрах этих агломераций в городах. Знаете, я вот сейчас не замыкался, наверное, только программой «Безопасные и качественные автомобили». Нет, нет, мы сейчас перейдем к другим, да. Может быть, сразу, потому что возникает вполне очевидный вопрос у всех остальных жителей области, то есть, а что же будет делаться для нас в наших территориях, да? То есть, во-первых, мы продолжим помощь нашим муниципальным образованиям из СДФ на содержание дорог, на ремонт дорог, в том числе и на строительство дорог. Но вместе с тем, наверное, нельзя не сказать о значимых, серьезных объектах, которые мы продолжаем в 2018-м, будем продолжать в 2019-м году. Это, наверное, один из самых главных объектов – это северный обход города Ростова-на-Дону. У нас на сегодняшний день завершены дороги на участке до направления на Родионо-Несветаевскую-Новошахтинск. В свою очередь, от этой дороги до дороги на Таганрог у нас дороги начаты в 2018-м году. На сегодняшний день мы их приостановили в октябре месяце в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации и синхронизации с развязкой на 9-м километре дороги на Таганрог. То есть это федеральная дорога, соответственно, эти средства на строительство развязки должны быть предусмотрены в федеральном бюджете. Но это уже другая какая-то программа, не БКД. Это не БКД. Это, наверное, тот большой проект, который уже получил название, вот такое, может быть, неофициальное, «Ростовское транспортное кольцо», и мы будем продолжать его в 2019-м году. Окончание вот этого участка от дороги на Родионо-Несветаевскую и Новошахтинск до дороги на Таганрог у нас запланировано на 2020 год и синхронизировано оно будет с строительством развязки на 9-м километре дороги на Таганрог. Кроме того, нами в 2019-м году будет продолжена реконструкция строительства дороги на аэропорт Платов. То есть тот участок протяженностью 12,5 километров, который был построен по второй технической категории, наша задача, и мы ее уже реализуем, довести до первой технической категории, то есть по две полосы в каждом направлении. Эти работы будут завершены также в 2019-м году, я думаю, в августе месяце этот объект уже сдадим в эксплуатацию. Будут продолжены работы в Миллеровском и Чердковском районе в рамках нашего взаимодействия с российскими железными дорогами. Это речь идет о тех средствах, которые российские железные дороги выделили на восстановление разрушенных дорог при строительстве участка дороги под названием «Обход Украины» в Миллеровском и Чердковском районе. Кроме того, мы к ряду объектов приступаем. Это, ну, вот несколько, наверное, самых значимых, может быть, приведу. В городе Волгодонске это строительство, точнее, реконструкция дороги к Ростовской атомной станции. То есть также участок протяженностью более 12,5 километров, то есть мы начинаем эту работу в 2019 году. Там две очереди последуют со сроком завершения в 2021 году. Реконструкция участка дороги Ростов-Ставрополь, то есть дорога, которая также требует нашего пристального внимания. В том числе, кстати, на этой дороге мы будем ремонтировать ряд мостов и путепроводов. Это продолжение реконструкции дороги на Волгодонск. В этом году мы в 2018-м реконструировали порядка 30 километров этой дороги. Еще три участка у нас предусмотрены на 2019 год. Наверное, самым важным для наших муниципальных образований – это то решение, которое было принято губернатором Ростовской области в части снижения нагрузки с муниципальных дорожных фондов. В этом году было принято практически беспрецедентное решение. Это по уменьшению объема финансирования для муниципальных образований до 1%. То есть, если раньше процент софинансирования для каждого муниципального образования был разным и лежал в пределах где-то до 10-13%, то на сегодняшний день всем муниципальным образованием без исключения в рамках дорожного фонда установлен процент софинансирования 1%. Это значит, что большую часть нагрузки по дорожным работам берет на себя именно областной бюджет, понимая, так сказать, и напряженный характер бюджетов муниципальных образований. Но наша задача, безусловно, совместно с муниципалитетами проследить за тем, чтобы от этого муниципальные дорожные фонды не стали более легковесными. То есть, мы полагаем, что сняв таким образом часть нагрузки по ремонту, реконструкции и содержанию дорог, мы полагаем, что высвободятся значительные средства, которые также будут направлены на дорожное хозяйство уже самими муниципальными образовами. Дополнительно уже к этим. Нововведение этого года за нарушение правил стоянки на М4 Дон предусмотрен штраф 1500 рублей. И эти деньги, я знаю, пойдут в региональный дорожный фонд. Расскажите, на что эти средства потратят? Ну, я уже сказал частично об этом. Это, наверное, не нововведение. Это, скорее, некий этап нашей совместной работы с госкомпанией «Автодор». Потому что штрафы-то и до этого были. Другой вопрос, что, может быть, как раз практика применения этих штрафов или административная практика складывалась недостаточно эффективно. На сегодняшний день в рамках соглашения, заключенного между госкомпанией «Автодор», министерством транспорта и Центром безопасности дорожного движения, нашим подвесным учреждением, госкомпания «Автодор» приобретает дополнительные средства технической фиксации этих нарушений. Парконы, да, по-моему? Она наносит желтую разметку, которая обозначает места, где остановка и стоянка запрещена. То есть устанавливает соответствующие знаки, предупреждающие. И, в свою очередь, это дает возможность работать по этим местам уже с применением технических средств для того, чтобы исключить пресловутый человеческий фактор. Эта информация будет направляться на центральный сервер Центра безопасности дорожного движения, обрабатываться и направляться в ЦАФАП для вынесения соответствующих протоколов об административных правонарушениях, которые потом посредством почты либо порталов госуслуг будут направляться нарушителям. В свою очередь, это сделано не для того, чтобы пополнить дорожный фонд и неправильно здесь ставить во главу угла то, что мы таким образом работаем над пополнением дорожного фонда. Основная задача – это обезопасить участников дорожного движения. То есть вот в этой части я просто призываю, наверное, нам надо всем менять психологию этих отношений. То есть задача сделать так, чтобы двигаться по нашим дорогам было безопасно. Я уже говорил, только за неполный этот год у нас на автодороге М4 74 человека получили ранение, 13 человек погибло в результате столкновений с неправильно припаркованными транспортными. То есть это может порой обернуться страшнейшей трагедией. Поэтому во главу угла мы ставим здесь вопрос безопасности. А трасса М4 Дон – это одна из самых нагруженных магистралей Донского края. Да и не только Донского края, а, наверное, и всей Российской Федерации. Ну а, как я понимаю, эти средства и помогут снизить нагрузку муниципальных бюджетов на дороги. И вот эта ставка софинансирования до 1% тоже за счет этих средств снижается, да? В соответствии с рекомендациями Министерства транспорта Российской Федерации будут направляться в первую очередь как раз на работы по обеспечению безопасности дорожного движения. То есть они будут направлены на установку дорожных знаков, на обновление разметки, на устранение ненормативных моментов на нашей дороге, в конце концов на ремонт наших дорог. Поэтому эти средства, они в свою очередь работают над тем, чтобы наша дорожная инфраструктура становилась качественнее. В Ростовской области, это вот точно уже, как я понимаю, нововведение, появятся весогабаритные пункты, которые будут отслеживать именно перегруз. Расскажите, где они появятся, как я понимаю, 5 в следующем году должно появиться, как они будут работать и почему именно эти места выбраны для них? Ну, что касается выбора мест, то наша задача, опять же, разместить их на региональной дорожной сети. Вот мы сегодня уже применили такое понятие, как опорная дорожная сеть или каркас наших дорог. То есть наша задача разместить эти пункты весогабаритного контроля, которые работают в автоматическом режиме, с таким расчетом, чтобы исключить возможные маршруты объезда и обеспечить защиту наших дорог от ненормативных нагрузок. Дело в том, что на сегодняшний день основным разрушающим фактором является как раз движение грузового, прежде всего, транспорта со значительным перегрузом, со значительно превышающей нагрузкой на ось. Что приводит, особенно в летний период, к серьезному ущербу для наших дорог. То есть мы это видим зачастую на подъездах к портам, на подъездах к элеваторам. То есть это, прежде всего, колейность, это ненормативное состояние дорог и ряд других моментов, которые влияют, в том числе, на безопасность всех остальных участников дорожного движения. То есть, поэтому, определяя места установки такого рода постов, вот именно как раз расчет был сделан на то, чтобы разместить их, обеспечив наибольший контроль за трафиком и исключив возможность объезда этих постов. Пять постов, которые мы поставим в этом году, один из них будет размещен на дороге Ростов-Волгодонск. Один из этих постов прикроет направление со Староминской и Краснодарского края. Один из постов будет находиться на дороге на аэропорт Платов, который сейчас очень многие стали использовать для того, чтобы уходить потом на северный обход и объезжать таким образом Ростов. И мы эту работу продолжим, в том числе, по всем остальным региональным дорогам. Всего таких постов у нас должно появиться 15 в ближайшее время. И самая главная задача этих постов, опять же, исключить пресловутый человеческий фактор и обеспечить работу этих постов в автоматическом режиме. Ну, то есть, получается, когда какой-то большой груз будет проезжать мимо этого поста, с него просто будут взыматься какие-то деньги или накладываться штраф в технологию саму. Расскажите ей, куда эти деньги потом, собственно, пойдут, как я понимаю, на ремонт дорог. Деньги с него взыматься не будут в данном случае. То есть, те, кто едет без перегруза, те, кто движется со строгим соблюдением проеха дорожного движения, никаких вопросов точно задаваться не будут. Будет обеспечена фото-видео фиксация тех транспортных средств, которые пересекают эти посты весогабаритного контроля с нарушением нагрузки на ось. То есть, соответственно, будет зафиксирована эта информация, она точно так же будет передаваться в Министерство транспорта и Центр безопасности дорожного движения для последующей обработки и передачи в органы ГИБДД. В данном случае, скорее всего, это будет САФАП для последующей обработки и вынесения, соответственно, постановления об административном правонарушении, если оно не имеет место быть. Я знаю, что Минтранс недавно заключил соглашение с ГИБДД и с судебными приставами. Расскажите вкратце, в чем суть соглашения. Суть соглашения заключается в следующем. Мы знаем о том большом объеме работы, которая скопилась в службе судебных приставов по розыску должников. Сюда входят должники по различным статьям. Это, конечно, и нарушение правил дорожного движения, достаточно большое, к сожалению, количество уклонистов, кто считает возможным не получать так называемые письма счастья и всячески пытается убежать от этой процедуры. То есть это не плательщики алиментов, это должники по другим видам налогов, это должники по кредитным обязательствам и так далее. И для того, чтобы на сегодняшний день эту работу привести к более какой-то серьезной динамике, мы заключили соглашение между службой судебных приставов, ГИБДД и нами, как Министерством транспорта. То есть мы на сегодняшний день даем возможность за счет той базы, которая у нас есть в Центре безопасности дорожного движения и возможности выделения из транспортного потока транспортных средств теми или иными номерами, если они принадлежат должникам по вышеназванным, так сказать, налогам и статьям, в отношении которых, подчеркиваю, имеется исполнительное производство открытое, то есть это дает возможность приставам буквально сразу такие машины останавливать совместно с ГИБДД, то есть приставы сами не наделены такими правами, поэтому работают только с сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения. И задать, соответственно, если за рулем этого автомобиля находится так называемый должник, задать ему соответствующие вопросы. Как правило, все эти должники тут же на месте находят возможность оплатить это все в ближайшей кассе Сбербанка. На сегодняшний день, я знаю, прорабатывается возможность также оплаты этих штрафов или задолженности через Почту России, то есть такая возможность тоже изучается, и урегулировать свои взаимоотношения с государством. Хотел бы обратить особое внимание, то есть вся эта процедура абсолютно не касается добросовестных участников дорожного движения. Они от этого не испытают никаких неудобств. Тот же, у кого есть неурегулированная задолженность и открытое исполнительное производство, я думаю, должен просто, зная о том, что такая работа начата, заблаговременно убедиться в том, что у него нет неурегулированных вопросов в данном случае с государством, нет неоплаченной задолженности. Для этого в помощь служит портал госуслуг. То есть, ну, на сегодняшний день многие продвинутые пользователи имеют это приложение на своем мобильном телефоне либо на домашнем компьютере, не составляет большого труда раз в две недели заглянуть и посмотреть. Не дай бог не выскочил ли там какой-то неоплаченный штраф или какая-то еще задолженность. Но еще раз подчеркиваю, речь идет о тех, в отношении кого имеется открытое исполнительное производство. Здесь уж точно такое уведомление гражданин должен получить либо по почте, либо через портал госуслуг и урегулировать эту задолженность. Ну и для злостных неплательщиков можно тоже сделать такое объявление, что, возможно, даже конфискация личного транспорта в случае неоплаты долгов. Судебные приставы могут на это, естественно, пойти. И в завершении краткий вопрос коллеги попросили вам его задать. И перед эфиром мы его обсудили для ясности, чтобы не было каких-то двояких смыслов по поводу внедрения автобусов в большой вместимости на рейсе аэропорт Платов Ростов-на-Дону. Все их ждут. И вы это анонсировали, что они обязательно появятся сейчас. На какой стадии идет процедура внедрения этих автобусов? Значит, перевозчик уже вышел на эти маршруты. Он в течение 90 дней с момента заключения контракта должен привести этот маршрут в соответствии с условиями заключенного контракта. По контракту у него на этом маршруте должно работать 6 автобусов большой вместимости. В настоящий момент ожидается поставка этих автобусов с завода, изготовителя. И как только они прибудут, они будут работать на этом маршруте. В настоящий момент обслуживание маршрута осуществляется автобусами малой вместимости. Часть из этих автобусов арендованы. Но, собственно говоря, они работают с получасовым и с часовым интервалом в дневное и ночное время. Есть определенное количество вопросов, которые возникают в данном случае к перевозчику. Они приходят как к самому перевозчику, так и непосредственно на телефон горячей линии Министерства транспорта. Это отрабатывается сотрудниками Министерства, опять же с перевозчиком. И вот этот процесс устранения проблем, связанных с изменением графика движения, он, по большому счету, идет в постоянном режиме. То есть, как я уже сказал, теперь уже меньше 90 дней, фактически в районе двух месяцев остается, на то, чтобы эти автобусы большой вместимости появились. Я думаю, это произойдет гораздо раньше. То есть, конец декабря, начало января. То есть, их можно внедрять раньше, нежели чем пройдут эти... То есть, это речь не идет о том, что кто-то целенаправленно будет дожидаться вот именно истечения этих 90 дней. То есть, вопрос на сегодняшний день именно в поставке этих автобусов с завода-изготовителя. Ну, конец года, надо понимать, что у завода-изготовителя тоже есть своя производственная программа, да? И они эти автобусы должны отдать, по большому счету, по этой производственной программе. До конца года какое-то время идет на брендирование, на выведение этих автобусов. Андрей Николаевич, я благодарю вас, что вы нашли время, пришли к нам в студию за содержательные и полезные ответы. Ждем вас вновь у нас. Спасибо. Дорогие друзья, я напоминаю, что гостем программы сегодня стал министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова